В этом году майские праздники продолжения к обычным выходным образовали сразу 7 нерабочих дней. После 9 мая на трудовую неделю осталось всего 3 дня. При этом отдыхали горожане все вместе. На первомайское шествие вышли около 20 тысяч горожан, а к бессмертному полку присоединились более 35 тысяч владивостокцев. Устраивать демонстрацию на Золотом мосту стало возможным с 2013 года. Тогда по заявкам ожидалось не больше 20 тысяч человек, но в итоге на праздник пришли около 35 тысяч приморцев. Теперь это стало ежегодной традицией. Колонны формируются со стороны Чуркина на улице Олега Кашевого, а заканчивают шествие на площади борцов за власть Советов. Мы позаботились о том, чтобы праздник ощущался не только в центре города, но и в других районах нашего города. Поэтому еще раз хочу поздравить всех горожан с праздником, с праздником весны, с праздником труда и пожелать хорошего настроения. Праздником весны труда 1 мая в России стали называть только 25 лет назад. Эта дата вовсе не связана с открытием дачного сезона и радостью трудоустроенных горожан. Открыто 1 мая стали отмечать после февральской революции. С 1918 года миллионы людей выходили на улицы с лозунгами «Долой министров-капиталистов» и «Вся власть Советам». За границей подобные демонстрации вспыхнули еще в середине 19 века. В Америке в конце 19 века устроено шествие, произошла стычка с полицией. И на следующий год во всем мире, в основном в Европе и Америке, трудящиеся вышли именно по этому поводу. В современном обществе праздник утратил свой изначальный политический характер. Сейчас люди просто кричат «Ура!», веселятся и радуются выходному дню. С идеологическими плакатами можно увидеть только представителей коммунистической партии. Это праздник мира, труда, счастья, весны. Это любимый наш праздник с детства. Я всегда люблю ходить на первые майские праздники. Мне это очень нравится. Почему? Потому что можно кричать громогласно «Ура!». Что для вас значит «Первомай»? Несна, солнце. Каждый год приходите? Каждый год приходим. А сколько лет уже подряд? Умой, много. «Первомай» – это веселый праздник. Почему веселый? Почему? Ну, это собирается много людей. Почему вам весело? Мне? Ну, солнце ведь. С погодой Владивостоку повезло и 9 мая. Посмотреть на парад пришли тысячи горожан. Движения в центре города перекрыли еще в 6 утра, а в 10 свое движение по Светландской начали войска и боевая техника. Уже пятый год Владивосток становится частью всенародного бессмертного полка. Акция проходит по всему миру. С портретами своих близких выходят миллионы потомков, чьи родственники погибли во время Второй мировой. Это еще один признак вообще сплочения народа Российской Федерации, потому что, к сожалению, вы знаете, что нестабильность присутствует в мире. И когда люди выходят на улицы с портретами тех людей, которые отдали свои жизни, это показывает еще раз, наверное, о том могуществе, о той силе нашей страны. За шествием бессмертного полка наблюдали и ветераны. Некоторые даже приняли непосредственное участие. В Адмиральском сквере фронтовиков Великой Отечественной войны вместе с детьми, тружениками тыла и узниками ждал концерт с солдатской кашей, воспоминания, цветы и праздничный вальс. Я все время танцую, каждый год, только на парни с меня и помоложе нахожусь все время. Вашему поколению желаем, чтобы вы не забывали, как сегодня, как всегда, чтобы это осталось в памяти, и вы передали внукам и детям эту великую победу, которая действительно в сложении погибших наших людей, советских людей. Чтоб они любили родину, любили своих матерей, не были хулиганами, чтоб росли, учились и всех любили, и всех людей, чтоб не было хулиганами. Тематические площадки и праздничная программа ожидали горожан. Демонстрация военной техники, фронтовые песни, фотозоны, исторические викторины и конкурсы. Мероприятия проводились в городских скверах, библиотеках и на центральной площади. Но еще не прогремел салют, как в социальных сетях посыпались десятки комментариев недовольных журналистов. Первыми начали фотокорреспонденты, которых задержала полиция и забрала у них технику. Запрет на коптер — это очень странная антитеррористическая мера. Аккредитованный фотожурналист работает, используя современные надежные средства съемки. Какой терроризм? Коптер даже упасть не может. Он может плавно спекировать на землю или вообще вернуться к месту запуска. Там реального оружия всех мастей на параде столько было, сколько большая часть из вас в жизни не видела. Квадрокоптер, блин. Борцы с преступностью 80-го уровня. Другие возмущались минутой молчания. Во Владивостоке ее не проводят второй год. Некоторые представители СМИ разочарованы и тем, что в приморской столице вновь отменена церемония коленопреклонения, придуманная 52 года назад. Первому секретарю с его тогдашней властью и командующему флотом было несложно со всей площадью опуститься на одно колено. И всей площади было несложно. И это было наше приморское ноу-хау. Такого не было нигде в стране. А лет 7-10 назад как-то все это по непонятным причинам скукожилось. Пафоса до неба, а реальные скорби и уважения — минимум. Спасибо бессмертному полку, но он идет по всей стране. А коленопреклонение всегда было нашей фишкой. Нехорошо. Сами же ветераны благодарят за внимание, ведь в первую очередь День Победы устраивают для них. Каждый год они вспоминают одни и те же истории, каждый год радуются и плачут, как 72 года назад. Что понравилось, что настолько обходительно было. Молодые эти парни, курсанты, мы же плохо уже ходим, говорим плохо. Я после инсульта плохо плохо говорю, и они под ручку так душа прямо таяла. Валерия Белоус, Ирина Мокрецова, Инна Щедрова, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.